наступающая неделя называется неделя о слепом читается сегодня евангелие как господь исцелил слепого рожденного человека это евангелие от Иоанна 9 глава он прозревший отвечал и сказал а кто он господи чтобы мне веровать в него выгнали его вон Иисус услышав что выгнали его вон я его сказал ему ты веруешь в Сына Божия а он ему отвечает прозревший отвечал и сказал а кто он господи чтобы мне веровать в него из беседы святителя Анатолуста те которые за истинное исповедание Христа подвергаются каким-либо бессиям и терпят поношение удостаивается за это и особенных почестей так было и со слепым изгнали его людей из храма но обрел его владыка храм он удален был от заразительного сонмища и очутился у спасительного источника был бесчестен обесчестившими Христа и почтен владыкой ангелов вот каковы награды за истину так и мы если здесь раздадим имущество обретем там дерзовение если здесь дадим пособие сражающим получим успокоение на небесах если потерпим поношение ради Бога удостоимся почести и здесь и там когда изгнали слепого из храма его нашел Иисус евангелист показывает что Христос для того и шел чтобы встретиться с ним и смотри чем награждает его первым из благ открывает себя слепому который прежде не знал его и включает его в число своих учеников но ты заметь с какой подробностью повествует евангелист когда Христос спросил ты веруешь ли в Сына Божия слепой отвечал а кто он он еще не знал его хотя и получил от него исцеление прежде чем приступил к благодетелю был слеп а после исцеления влачим был теми псами и так Христос как некий подвигоположник принимает его как подвижника много потрудившегося и увенчанного и что говорит веруешь ли в Сына Божия что это значит после такого состязания с иудеями после стольких слов слепого спрашивает веруешь ли спрашивает не по неведению но желая открыть себя и показать что высоко ценит его веру столько людей говорит поносили меня но я не обращаю на них никакого внимания об одном у меня забота чтобы веровал ты лучше один творящий волю Божию не чем тысячи беззаконных в самом деле если нищий сепой не видевший даже Христа и прежде чем удостоился от него ободрения то сейчас показал такое дерзновение что стал против целого народа беснующегося дышащего убийством и бешенством и желающего с его слов осудить Христа и не уступил и не отказался от своих слов но с полным мерзновением заградил ему ста и пошел лучше быть изверженным вон чем изменить истины то не тем ли более мы жившие столько времени в вере видевшие бесчистенные чудеса совершенные через веру облагодетельствованы больше его прозревшие внутренними очами созерцавшие неизвеченное таинство и призванные к столь великой чести не тем ли более мы должны показывать всякое дерзновение за Христа против тех которые стараются клеветать и говорить что-либо на христиан не должны ли таким людям заграждать уста и соглашаться с ними безрассудно а это мы в состоянии будем сделать тогда когда и дерзовение будем иметь и станем внимать Писанием а не слушать их как-нибудь а кто будет постоянно приходить сюда тому хотя бы он не читал дома обнимал обнимал только тому что здесь говорится достаточно и одного года чтобы приобрести великую опытность мы не читаем сегодня одно Писание завтра другое но всегда и постоянно одно и то же и при всем том есть многие до того жалкие что несмотря на такое чтение не знают даже название книг Священного Писания и не стыдятся и не трепещут что так небрежно посещают Божественное училище имеется ввиду церковь если игрок на цитре танцор или другой кто из принадлежащих театров позовет город все бегут с поспешностью благодарят его за приглашение и тратят целую половину дня внимая ему одному а когда Бог беседует с нами через пророков и апостолов мы зеваем чешемся скучаем летом нам кажется слишком знойно и мы отправляемся на площадь а зимой опять помеху и дождь грязь холод и мы сидим дома аминь